Да, сейчас посмотрим. Здравствуйте, Зоя. Доброе утро, Наталья. Здравствуйте. Ну, успели добраться, всё хорошо. Да, наконец-то я на своём рабочем месте, и мы можем начинать беседу нашу, да? Да, давайте будем начинать. Вот, мы, как всегда, опять без подготовки, будем тут прямо во время эфира. Значит, мы решили поговорить о затмении, потому что вот прямо сейчас, в этот момент, мы находимся практически в пиковой точке затмений. Затмения, вернее, да, у нас полнолуния совпадает с лунным затмением. Давайте мы побеседуем, потому что сталкивались ли вы с тем, что у людей много страхов по поводу затмений, много каких-то иллюзий, многие спрашивают, делать ритуалы, не делать, очень активно обсуждается эта тема. И я смотрю, в интернете много там, свечи жгут, письма счастья пишут. Ну, своим вниманием, мне кажется, никто не обходит вообще эти дни и эту тему. Все люди задумываются и стараются наблюдать со стороны. Ну, и кто-то уже накапливает, так скажем, свои знания, свои ощущения. И давайте поговорим, какие знания, какие ощущения нам могут быть полезны, на что нам особенно обратить внимание в эти дни. Да. Да. Хорошо, я сейчас еще расскажу такую вещь, потому что есть много людей, даже астрологи, я в том числе, иногда пишут. Вот вы чувствовали там ту или иную комбинацию на небе, и кто-то пишет, да, 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 на меня прям так влияло, а кто-то пишет, нет, вообще все мимо, ничего не заметили. Значит, мы должны понимать, что действительно разные комбинации, включая затмения, на каждого человека влияют по-разному. И разное затмение может влиять по-разному и не влиять вообще. То есть то, что написано, что вот всех там ждет там что-то, какой-то апокалипсис, это неправда, это не так. Есть люди, которые не заметят вообще его, и надо сказать, что мы имеем минимум четыре затмения каждый год, и если бы каждое затмение переворачивало нашу жизнь с ног на голову, то, ну, сами понимаете, что бы было. Поэтому есть достаточно четкий алгоритм, вы можете каждый раз заглядывать в свою карту и смотреть, коснется ли вас это затмение или нет. Если оно не попадает на ваши ключевые точки карты, можете спать спокойно, жить спокойно, вы это не почувствуете. Я объясню, что я имею в виду. Вот, но мне хотелось бы сначала вообще начать с того, что такое затмение. И как мы в карте участвуем, смотри, да. Да, в затмении, значит, у нас участвуют такие планеты, как Раху, Кету, то есть это теневые планеты, ну, наверное, слушатели знают, кто не знает, я объясню, это считается такой дракон, который был разделен с Даршаной, чакрой Вишну на две части. И Раху – это его верхняя часть, то есть голова, вот, а Кету – это так называемый хвост дракона, нисходящий узел, восходящий узел. То есть Кету не имеет головы, это такой хвост, и считается, что в виде вот кометы мы можем видеть этот хвост дракона, когда видим какие-то такие летящие кометы на небе. Миф этот очень обширен, и из этого мифа можно понять очень много интересных вещей, каждый для себя, что происходит в его жизни, и вот я бы всем советовала почитать вот весь этот миф, целиком ознакомиться, это безумно интересная история, да. Полностью согласна, потому что один, это один из базовых таких мифов, где заложена вообще, ну, как сказать, очень-очень большая глубина, тематика, и потом этот миф имеет много отношений к разным ситуациям, которые описывает Джотиш. И через Накшатры, и через божеств, которые появились во время пахтания океана, и к тому же Шиви, Вишну, Сурьи, Чандре. В общем, действительно, это очень обширный миф. И главное, да, что это непосредственно к нам имеет отношение, к нашей жизни, к нашим реакциям на вещи, событиям, которые к нам приходят. Очень интересно. Да, потому что древние писали эти мифы, скажем так, рассказывали, как, знаете, как вот у нас есть такой эпос, сказки, да, в них всегда существует какой-то глубокий смысл, почему вы сказатели пересказывали эти сказки всегда, потому что там заложено сокровенное, сакральное знание. И просто оно обличено в некую такую метафорическую форму, потому что действительно через метафору, во-первых, легче всего передать для сознания, а, во-вторых, каждый человек эту метафору расшифровывает уже в контексте вот своей жизни и в контексте своих ситуаций. Поэтому, да, действительно, это очень хорошая, так сказать, рекомендация. Кто не в курсе, прочитайте этот миф, и, ну, кто даже его знает, вот обратите внимание на всю его глубину. Ну, и, значит, дальше в продолжение темы, то есть у нас участвуют Солнце и Луна. То есть Раху-Кету, это ось Раху-Кету, затмевает то Луну, то Солнце. И во время полнолуния, вот которое сейчас, получается, что Луна попадает как бы в конус тени от Земли и, получается, затмевается. Потом пройдет две недели, и Луна делает полкруга проходит, 180 градусов, и у нас будет сформировано солнечное затмение, когда тень от Луны, когда Луна будет затмевать Солнце. Это несколько технический момент. Еще я хотела сказать интересную вещь про тоже технический момент, связанный с затмениями, но это уже даже астрономический момент, потому что, когда мы читаем, очень много написано вот для того, чтобы люди могли отличать там, как сказать, ну, какую-то серьезную информацию от такой придуманной, чтобы запустить просто, знаете, как сейчас люди обращают внимание, как сказать, на что-то жареное, да, то есть чем там больше напустить страху, мифов и все это, ох-ах, сразу подхватывается. Так вот, чтобы вы могли отличать, я немножко расскажу вообще, что такое затмение, суть затмений, как они происходят астрономически. Мы не будем тратить на это много времени, кого интересует, вы можете потом заглянуть в Википедию и посмотреть ролики, потому что на самом деле это очень интересный феномен. Каждое затмение – это не единичный случай, не единичный случай. У нас есть серии затмений, причем эти серии затмений, у них есть названия, у них есть циклы, и они называются, цикл затмения называется СОРОС. И так вот устроено, это мне сложно сейчас вот рассказать, но если вы зайдете, посмотрите какой-то ролик, увидите феноменально красивую картину. То есть эти затмения зарождаются на Северном полюсе и волной идут на Южный, и также встречные. Есть затмения, которые зарождаются на Южном полюсе и идут до Северного полюса. И это такие циклы. Это очень интересный цикл затмений составляет, вот один СОРОС, когда затмения этого цикла пройдут от Северного полюса до Южного, составляет где-то 1200-1500 лет. То есть вот идет какой-то СОРОС, у него есть номер. Мы, допустим, вот это затмение сегодняшнее можем посмотреть, то есть затмение какого СОРОСа это и какой у него номер. То есть, допустим, это может быть 125-й СОРОС и 54-е затмение такого-то цикла СОРОСа. И затмения действительно одного цикла, они как бы связаны, потому что они формируются определенным уровнем цикличности. И так интересно, что северные, что лунные затмения, начиная с одного полюса, постепенно тень от Луны смещается к северу. И получается, что это некая такая спираль, когда тень будет вот на протяжении там 1200 лет обходить всю Землю. И вот эти спирали одновременно, одновременно лунных примерно вот работает 40 лунных СОРОСов и 40 солнечных СОРОСов. То есть у нас активно порядка 80 циклов. Поэтому, когда вот что-то такое пишут исключительно об одном затмении, это немножко не так. Это всегда серия, это вообще система. Если мы посмотрим как бы вот со стороны на нашу Землю, Земля наша находится как бы в постоянной сетке вокруг вот этого хода сонных и лунных затмений, которые причем волнообразно идут с одного полюса и с другого, и они пересекаются. Это некая такая вообще феноменальная вселенская игра. То есть вообще Земля окутана вот этим влиянием Раху и Кету. И красота. Когда мы говорим, это невероятная красота, такая, просто какая-то действительно какая-то такая магия, как вот это все устроено. И поэтому, например, когда вот сейчас я прочитала, что вот это затмение самое там длительное за 500 там с чем-то лет, да. Можно проверить эту всю информацию и посмотреть. То есть затмения, когда начинаются только у полюса и заканчиваются, это частичные затмения, частные затмения, их называют частичные, потому что они только чуть-чуть-чуть-чуть покасательные начинают касаться. Если это уже полные затмения, значит, это середина цикла Сороса, то есть это где-то в середине Земли находится. И потом этот цикл, да, будет уже затмение опять более частично, частично-частично, и потом оно погаснет. То есть вот это такая определенная серийность, поэтому и говорят такие вещи, что, например, вот следствие этого затмения вы там познаете вплоть там через 18 лет, да, или там 18 лет. Это имеется в виду, что вот в каждом цикле, в каждом вот этом Соросе, каждое последующее затмение этого цикла действительно происходит через 18 лет. Вот. Но, понимаете, это настолько глобальная система, то есть если один Сорос идет порядка 1500 лет, я бы так сильно не стала на это обращать внимание, честно говоря, да, вот на эти вот на 18 лет, там все такое. Но ради интереса вы можете посмотреть, например, действительно, посмотреть, какое сейчас затмение, какой-то Сорос, какой-то номер, и посмотреть, когда было предыдущее затмение этого Сороса, и проследить свои, есть ли у вас какая-то закономерность или нет, потому что я вот практикующий астролог, то есть я практик, я не верю ничему на слово, когда-то один из моих учителей сказал, никому не верьте, даже мне, все проверяйте. Поэтому мне хочется сказать, ребята, друзья, все проверяйте, вот вам сказали такую информацию, найдите, да, какой Сорос, какой номер, найдите предыдущий, посмотрите свои периоды, посмотрите свои события, и сделайте вывод тогда, и если вы считаете, что у вас, например, было какое-то событие, которое было сформировано затмением, да, вот вы так увидели, вы так сочли, да, действительно, найдите предыдущее затмение из этого цикла и проследите, а было ли у вас тогда что-то аналогичное, и вы можете увидеть, будет ли в вашей жизни, в вашей судьбе какая-то закономерность или нет, поэтому вот эти пугалки общего такого контекста, они, скажем так, очень общие и скорее больше такие, как сказать, ну, пиар-акция, то, что связь между этими затмениями есть, это да, фактически, но если говорить про цикл 18 лет, то для нас 18 лет достаточно большой, промежуток времени и эту связь в своей судьбе мы можем и не улавливать. Вот, это, как сказать, первый миф, который я предлагаю всем проверить. Я хотела сказать, да, по поводу 18 лет это сложно уследить и действительно надо проверять, но тем не менее затмение находится в определенных знаках, да, на данный момент это телец и скорпион получается, и то есть эти затмения происходят в определенных домах гороскопа каждого человека, да, и тем не менее могут немного влиять на сферы этих домов и, по крайней мере, наверное, полезно на сферы этих домов обратить особое внимание, да? Да, да, такое может быть. А, и давайте тогда разберем, вот, на кого оно будет влиять, на кого нет. И еще есть отличие такое, например, да, что сейчас действительно у нас затмение происходит на кшатре критика, то есть луна находится в критике, и смотрите, в зависимости от того, какой силой затмения, то есть если это полное затмение, то считается, что вот эта накшатра будет неблагоприятна для начинания, то есть она остается пораженной на протяжении полугода. Если у нас ну как бы частичное затмение, там допустим на половину закрыт диск, то тогда на три месяца. Да, то есть это вот это действительно за этим надо проследить, вот за той накшатрой, в которой происходит затмение. Значит, еще такой момент тоже важный, что бывает затмение, в которых другие планеты не участвуют. Вот, например, как затмение, которое сейчас происходит. То есть там участвуют Солнце, Луна и Раху, Кету, других планет нет. Я считаю, такие затмения менее влиятельные, меньше влияют, чем те затмения, когда участвуют другие планеты. Вот, например, это получается где-то два года назад, девятнадцатый год, после которого вот на это затмение, скажем так, многие говорят, что наши все неприятности начались после этого затмения девятнадцатого года. Действительно, затмение, там было два, два или даже три затмения, я сейчас не помню, в знаке Стрельца, в Накшатре Мула. И там участвовало порядка пяти планет. Мне кажется, ну, дополнительно, да, то есть там в Муле тогда собралось, я вот не посмотрела, вы можете посмотреть, там собралось очень много планет. Там кроме вот Солнца и Луны, которые участвуют, Раху, Кету, ну, часто бывает Меркурий, потому что он недалеко от Солнца, но если вот на это затмение в эти знаки еще попадают дополнительно планеты, например, Юпитер, Венера, Сатурн, если еще там три планеты, вот тогда да, тогда надо сказать, что вот это затмение будет значимо, потому что оно коснется еще очень много других планет, то есть другие планеты, которые, ну, стали участником, да, их сферы будут затронуты. А вот это вот, и тогда действительно так было, там участвовали еще дополнительные планеты, которые получили на себе влияние, и Накшатра Мула, во-первых, управляется Кету, да, Акету, знаю, связано с тонкими энергиями, там, с вирусами, с то, что не видно, вот, с такими всеми вещами, это раз. Ядами. Ядами, да, да, да. И потом второй момент, что Мула Накшатра, она еще это, как бы, как сказать, ее называют, ну, она кровневая, во-первых, центр вселенной, то есть если говорить, что, допустим, наша Вселенная разворачивается вот по спирали Фибоначчи, да, у нас все процессы идут по этой спирали Фибоначчи, если мы смотрим на звездное небо, мы видим Млечный путь, да, Млечный путь, вот мы его и видим, как спираль, почему мы его видим немножко со стороны, потому что мы находимся тоже, вот как бы, со стороны этого Млечного пути, немножко, как сказать, на окраине, поэтому мы его видим, что вот он вот так вот разворачивается, и, то есть Вселенная разворачивается вокруг определенного центра, и вот этот, считается, что вот эта звезда, да, Мула Накшатра, она и находится вот на этой оси, где находится сам центр Вселенной, вокруг которого все вот это по спирали разворачивается, то есть вот Мула Накшатра, это некий такой центр, И вот все эти комбинации как бы вместе действительно могли спровоцировать достаточно вот такие большие влияния. Но я все-таки думаю, что это, конечно, не дело одного затмения, там участвовали еще другие планеты, поэтому наделять каждое затмение таким сильным влиянием я бы не стала. Вот сейчас наше затмение не имеет дополнительных планет и происходит в критике. На критику Накшалтру действительно обратите нас в дальнейшее время. По-моему, прошлое лунное затмение, что ли, тоже было в критике и следующее будет тоже в критике. То есть на критику идет, на эту зону идет большое такое влияние. Можно подумать, помедитировать, проанализировать, почему и чем это грозит. Но, тем не менее, в Тельце, да, Луна находится, тем не менее, в Тельце, это, ну, облегчает чуть-чуть. Да, то есть это не тот маленький кусочек, а вна, да, который там, да, это все-таки знак Тельца на данный момент. Да, совершенно верно. То есть это какая-то... Несколько. Да, критика Накшатра, зона Тельца, это зона экзальтации Луны. То есть все-таки Луна достаточно крепко себя чувствует, она хорошо расположена. Вот. Второй момент там сложный уже про Скорпиона, где зона Скорпиона, зона мистики, зона скрытого, зона трансформации. Поэтому, да, здесь это затмение может указывать на такой период, в который неплохо бы заняться или с людьми могут происходить какие-то трансформационные вещи. Ну вот давайте я сейчас еще объясню, как людям понимать, коснется их это непосредственно или нет. То есть, смотрите, бывает, когда у человека в том знаке или даже в той Накшатре, где происходит затмение, находится какая-то планета или находится, допустим, Луна или любая другая планета. Тогда да, однозначно я бы советовала обратить внимание на это затмение. Если у вас на этой оси и в этом знаке нету планет, можете, что называется, спать спокойно, гулять спокойно. Да, то есть вот у кого на данный момент нету планет ни в Скорпионе, ни в Тельце, то, скорее всего, эти люди даже не почувствуют это затмение совершенно никак. Но то, что общий фон бывает более такой напряженный, какой-то более нервный, но вы знаете, мы всегда и так реагируем на новолуние и полнолуние, потому что наше сознание напрямую связано с Луной, оно имеет лунную природу. И вот этот быстрый ход Луны, когда Луна растет, достигает полнолуния, потом убывает, люди, в принципе, с большой чувствительностью, или с хоть какой-то чувствительностью, они это чувствуют. Вот, это раз. Но вот второй момент, что именно обратите внимание на знак и планеты, которые у вас или есть там, где происходило, или происходят затмения, или нету. Потому что вот если, допустим, брать то затмение, легендарное затмение в Стрельце, в Накшатремула, то оно происходило, например, вот конкретно, по-моему, даже в градусах моей Луны. То есть в Накшатремула у меня находится Луна, и непосредственно, по-моему, даже близко-близко к Луне. Это говорило о том, что, да, а предыдущая, напротив, как раз в Армбре, на моем Солнце. То есть вот это казалось, да, что это будут очень сильные изменения, и это, ну, повлечет какую-то серьезную трансформацию и в жизни, и в сознании, и так далее. Но если кого-то это затмение не зацепило никак, да, то к этому человеку это может не иметь никакого отношения. И даже если это там какой-то дом, да, то тоже вы можете никаким образом это не почувствовать. Но если у вас в этом знаке, соответственно, в этом доме есть планеты, да, обратите внимание, то это могут быть изменения, ну, или какие-то влияния, скажем так, как именно по делам вот того дома, где это затмение происходит. Где и так сконцентрировано как бы много сил на данный момент, да. Для меня это десятая долга, раскопа там целых три планеты встречает, ну, ну, страх. Так что, тогда да, тогда да. Ну, вот, ну, наблюдаем, да, наблюдаем и спрашиваем, что же нам делать? Хорошо. Просто делать. Просто делать. Хороший вопрос. Значит, здесь вопрос, скорее, знаете, такой, что не делать? Да, да. Что не делать? Потому что на Востоке, непосредственно в Индии, да, у них принято вообще просто залезать вот так вот по шее в гангу и сидеть в святых водах, да, и неистово молиться, чтобы только это затмение, значит, не затронуло и прошло мимо, да. А у нас там люди наоборот, вот, ну, сейчас я это поясню, значит, это очень интересный момент, он такой очень практичный, я считаю. Значит, и скорее он касается того, чего не делать в затмении. Значит, у нас есть, да, такая еще штука, которую часто вы можете читать, коридор затмений. Вот мы входим в коридор затмений и так далее, и так далее. Значит, смотрите, как такового никакого коридора затмения нету. В ведической астрологии вообще нету такого понятия. Оно пришло, скорее всего, из западной астрологии, и это несколько такой, ну, это такой лирический термин, лирический, чтобы обозначить зону вот от одного затмения до другого, потому что она происходит как бы парами на полнолуние и на новолуние, то есть это будет пара. И чтобы как-то вот обозначить вот это время, ну, придумали такой термин коридор затмений. А людям же нравится вот как-то еще как вот коридор, ой, мы в коридоре, пошли по этому коридору затмений, да. Но вы должны понимать, это несколько такое, ну, как бы, ну, такая лирическая коннотация. Как такового такого коридора, конечно, нету. Точно так же, как и парада планет, тоже нету этого. Просто планеты выстраиваются в определенную, как бы, схему, они тогда по домам будут так вот устроены, эти ряд друг за другом, но тоже, как вот это, это тоже несколько лирический термин, парад планет. Значит, технически таких понятий нету. Значит, что делать или не делать? Зона затмения? Давайте тогда поговорим немножко про Раху-Кету, про энергию Раху-Кету. Это же у нас теневые планеты. Это расчетные точки, которые формируются движением Луны относительно Солнца. Поэтому они и называются лунный восходящий узел и лунный нисходящий узел. Это просто формирование, пересечение точек орбит. И они, ну, имеют определенное движение, они двигаются. Мы знаем, что они всегда ретроградны, потому что так происходит вот движение, что вот эта теневая точка по орбите, она ползет все время назад. Поэтому они ретроградны. Значит, теневые планеты имеют влияние такое несколько опосредованное. То есть не непосредственное, как другие планеты, а опосредованное. И поскольку это лунные узлы, поскольку они зависят от хода Луны, то влияют они больше на сознание, потому что наше сознание связано с Луной, с движением Луны, с лунными циклами. Поэтому я бы сказала, что это скорее влияние идет на сознание, на психику человека. И поэтому, ну, вот многие люди начинают чувствовать вот какое-то состояние беспокойства, тревоги, страха. То есть мы должны понимать, что с затмением часто не связаны какие-то фактические вещи. С ними больше связано психологическое состояние. И на уровне этого психологического состояния люди могут принимать какие-то не совсем адекватные взвешенные решения. А то есть, как мы говорим, могут идти на поводу чувства и эмоций. Вот этим затмение опасно. Что можно как бы наломать дров. А энергия Раху и Кету, она такая, знаете, это тоже не чистая энергия планет. Это теневая энергия. С ней надо быть крайне аккуратным, потому что она действительно как затягивает, вот как я говорила, что вот вокруг планеты идет вот этот вот шлейф затмений, да, и вы можете вот как бы запустить туда не ту энергию, и она вот у вас как бы потянет на дальше существование, на раскручивание. И от нее будет очень сложно избавиться. То есть о чем это говорит? Поэтому не рекомендуется в зоне затмений делать какие-то серьезные шаги. То есть принимать решения, выходить замуж, делать какие-то серьезные сделки, подписывать какие-то серьезные договора. Зона затмений – это то, что надо подождать, чтобы вот эта вот энергия, как сказать, захвата и раскрутки вот этих вот теневых грах, чтобы она прошла. Чтобы не запустить те процессы, которые вы потом не сможете практически. И я хотела бы давать, что именно потому, смысл, наверное, в том, чтобы не принимать серьезных решений, потому что это теневые планеты, и как бы от нас многое скрыто в данный момент. То есть мы не можем истинно эту ситуацию как бы видеть. Мы не знаем, как она может развернуться, как она может расшириться, допустим. И именно поэтому, что мы можем находиться сами в какой-то иллюзии, что немного это все затуманено. И мы никогда на самом деле с точностью не можем сказать, как проявят себя вот эти лунные узлы, как они будут формироваться далее. Именно поэтому лучше в серьезных моментах переждать, когда просто будет небо яснее, так скажем, над головой, и нам будет проще что-то прогнозировать. Да, совершенно верно, совершенно верно. Да, поскольку это теневые планеты, то тоже они как бы вот эту истину от нас затемняют, да, и мы действительно не видим. И у нас есть очень большая вероятность принять решение, не имея четкой какой-то картины. Поэтому здесь действительно многие астрологи об этом пишут, что во время вот этой зоны затмений, ну не хочу ее называть коридором, мне как профессиональному астрологу не нравится, не нравится такой термин, да, но назовем зона, да, вот в этой зоне затмений действительно лучше никаких серьезных таких вот судьбоносных и основополагающих решений не принимать. У нас есть за год для этого достаточно много другого времени, да, то есть, ну вот уже эти две недели около затмения можно, как сказать, немножко потерпеть. И действительно такой момент, что там считается, что вот то, что заложено, что у вас получилось, заложено в зону затмения, может потянуть там на три месяца или на шесть месяцев. То есть, смотрите, если получилось, что все-таки в этой, допустим, вы не выдержали, там с кем-то поругались, поссорились, повздорили или еще что-то, и действительно вот этот конфликт, он может… Если в другое время вы там не выдержали с кем-то, там поцапались и потом на следующий день помирились, то здесь эта энергия может работать так, что она действительно потянет вот этот вот шлейф потом каких-то… Неприятностей, разборки, да, беспокойствий, да, 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 на достаточно долгий период времени. Бывают такие ситуации, что, например, да, у людей не очень хорошие отношения, допустим, в паре, и так уже, как бы и так все еле держится, и вот они разругались на затмение, и тогда, да, допустим, вероятность развода очень сильно увеличивается. Поэтому я всегда советую очень осторожно в эту зону, просто считайте, вот давайте с тобой начнем дальше разговаривать через две недели, да, просто насильно ее… Ну да, чисто даже мифологически, да, допустим, энергия Раху несет такую ненасытность, то есть он хочет еще и еще, и как бы, что мы можем получить, допустим, негативного, все равно он захочет как-то еще дальше это развивать, допустим, да, поэтому желательно насыщаться только позитивным по возможности вещами, да, и не пускать вот эти вещи, потому что свою ненасытность он будет проецировать, ну, как бы повтор вот этих ситуаций, да. Да, да, дальше и дальше, да, да, совершенно верно, совершенно верно, поэтому здесь мне хочется сказать еще вот о том, что многие в интернете, я смотрю, очень много предложений ритуалов, там, со свечами, с картами желаний, там и так далее, да, и… Ну, я считаю, что это несколько такой, знаете, попсовый подход вообще к серьезным вещам, потому что уж когда-когда на затмении делать такие вещи, я бы точно не советовала, и сейчас объясню почему бы, да, именно почему бы. Потому что опять мы говорили о том, что у нас все остальные планеты – это, ну, вот, существующие материальные тела, которые мы видим вот на орбитах, да, то есть это за ними стоят, как вот у нас принято, личности, девоты, раху и кету – расчетные точки, то есть теневые точки, несуществующие. И их энергия действительно сильно отличается. Я тоже не очень люблю, вот, как сказать, именно апеллировать к тому, что боги и демоны – это отдельная тема, если интересно, мы когда-нибудь можем об этом поговорить, потому что там все не так однозначно, да, знаете, как сказать, историю переписывают победители, и, допустим, многие легендарные герои или даже божества, когда-то они упоминаются как асуры, а когда-то как суры, да, то есть когда-то как они, как дэвы. То есть это некая такая лилла, божественная игра, вот, но надо сказать, что действительно энергия раху и кету обладает, если уж мы не говорим демонической энергией, но специфической, очень специфической, очень отличной от энергии других грах. Затягивающей, да, в игры сознания, да, если мы проводим параллель. Да, 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 да. И она затягивающая, контролирующая, но другая. Смотрите, как работает энергия дэвов. То есть мы знаем, как обращаются к дэвам. Это, допустим, через мантры, через янтры, через пуджи, когда идет определенный ритуал. У него есть выстроенная схема ритуала, там призывается мантрами божество, и его умилостливают, льют масло ги, там предлагают цветы, сладости, ну, определенный даже, как сказать, определенный меню даже есть, то, что предлагается божеству, мёдом. Вот. И, как бы, его призывают, и дальше к нему обращаются, там, с определенной какой-то вот просьбой. Это такая ритуальность, ну, ритуальный такой процесс обращения к дэвам. И, смотрите, дэвы ведут себя по отношению к нам примерно так, как родители по отношению к детям. То есть, если мы что-то просим у дэвов, они понимают, надо нам это или нет. И часто люди могут говорить, я столько обращаюсь, а мне вот не дают. Да, я уже и плакал, и ногами, ножкой топал, а мне всё никак вот не дали. Это как ребенок, вот у вас он просит, он уже съел мороженое, понимаете, но он не может остановиться. Он говорит, мама, я хочу еще мороженое, еще мороженое, или я хочу еще купаться, еще купаться, губы синие, уже трясется, а я хочу еще купаться, да. Так и мы действуем, потому что мы не знаем, тоже до конца не видим свою судьбу, не можем правильно интерпретировать свои желания. То есть, у нас нет такой полной ясности относительно своих хотелок, да, нужны нам эти хотелки сейчас в данный момент или нет, оправданы они или нет. Мы часто хотим получить то, что в итоге нас разрушит или разрушит нашу судьбу, да. Вот. Но мы до конца это не осознаем. А дэвы это понимают, и они нам просто не дадут, не дадут. Если мы хотим получить какой-то результат, но мы, например, еще не дошли, не прошли свой путь, да, мы уже хотим, например, там, дом на Канарах, сесть на балкон и расслабиться, но мы не прошли путь реализации еще своей, мы еще не достигли. Ну и уроки, которые дают. Да, да, да. И поэтому они видят, рано, рано, давай, попахать еще надо, да, еще надо поиздевать сам, да. Работай, да, да, да. Работай, да, да, да. То есть, это все не случайно происходит. И часто люди говорят, я там, вот, обижен на богов или на свою судьбу, или что. Нет, потому что в этом есть в темном очень глубокий смысл. Почему ты сейчас не можешь то и то или иное получить, да. Вот, ну, это тоже такой прямо отдельный очень большой пласт рассуждений на эту тему. А Раху и Кету действуют по-другому. Они не будут смотреть и в этом разбираться. Вот вы зажгли свечку, вы сделали там какую-то карту желаний, говорите «хочу». Да, да, «хочу», «на». Получить, обращаясь что-то в зоне затмений к Раху и Кету, достаточно, ну, может быть, даже, скажем, просто. Это можно получить. Аккуратно. Это энергия демократии. Да, что, понимаете, это не энергия девов. Они откуда-то из вашей судьбы это возьмут и дадут. Да? Но чем вы за это заплатите? А заплатите вы обязательно. Потому что они не вкладывают свой ресурс, свое понимание в это, там, какую-то вашу защиту. Нет. То есть я приведу примеры, что это такое. То есть, например, женщина делает ритуал затмения на то, чтобы похудеть. У нас же там огромное количество женщин, но очень этим обеспокоено. И вот уже диету пробовала, то пробовала, спорт пробовала, не могу выдержать, ничего не работает, не получается. Дай-ка я колдану в затмении. Да, можно похудеть. Впосредством чего? Можно заболеть тяжелой неизлечимой болезнью. Можно попасть в очень стрессовую ситуацию, когда вы просто не сможете есть, вам будет не до еды, и тоже вы похудеете. Вот. То есть вы просили результат, пожалуйста, получите. Но, как правило, за него будет заплачена та цена, на которую вы не рассчитываете. Да, и как от нас скрыто, откуда это взято, так же вот по раху и кету, даже относительно здоровья, то есть это часто то, что сложно понять, сложно диагностировать. Что как-то не вовремя открывается, да, то есть опять это некая ловушка такая, да, нашей ненасытности, наших желаний, ну, лишает нас вот этой безопасности как бы на будущее. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому, знаете, я рекомендую очень-очень аккуратно относиться вот к какой-то такой ритуальной части затмений. И могу даже поделиться своим опытом, да, рассказать, что это было достаточно давно, давно, это было где-то около, наверное, 15, может быть, лет назад, что-то в таком роде. Я такой эксперимент над собой сделала на это, что называется, с полной дурью. Прискажи. Вот, и да, и это действительно имело колоссальный результат, то есть это дало эффект, но больше я это никогда не повторяла, потому что именно тогда, как сказать, на собственной шкуре, на собственном опыте я поняла, как это работает. Да, это сработало в некотором ключе в позитивном русле для меня, но второй раз я такое повторять не отважусь. Тогда я просто действительно не знала, мне рассказали, есть такой ритуал, вот можно делать его в затмении, так и так. Я не буду сам ритуал рассказывать, чтобы никто там не сказал. Не играл судьбой, так, да. Надо, чтобы никто не пошел играться в такие игры, потому что я тогда за это буду отвечать. Вот, но я провела этот ритуал, значит, что у меня было? В то время я начала уже очень вот плотно заниматься вопросами ведической астрологии, ведических знаний, хотя я до этого занималась, то есть мой опыт в этой теме уже 30 лет. Мы начали очень давно, вот сейчас посчитали, что мы начали ходить здесь в Риге к нашему Шиве 30 лет назад. Вот, но это было где-то 15 лет назад, когда я понимала, я попала в какую-то зону такого некого одиночества, потому что прошлое общение в связи с тем, что я уже, ну, видимо, наверное, вот занимаясь всеми этими знаниями, дошла дошла до какого-то вот такого, наверное, критического рубежа, когда ни прошлое общение, ни прошлые связи, ни прошлое времяпровождение, оно мне не было уже интересно. То есть вот эти разговоры... Не приносило удовлетворение, да. Да, не приносило удовлетворение. А что-то новое я ещё не вошла, не создала, то есть я ещё до конца не попала в круг вот тех людей или в круг тех знаний, в которых я нахожусь теперь. То есть я понимала, что я хочу... Вот это я уже изжила, оно мне уже не нравится, это уже не моё. А что-то новое я ещё не приобрела. Да. И я думаю, что, ну, многие понимают, о чём речь, и мы, наверное, не раз проходим такие зоны в жизни, когда что-то мы уже на каком-то уровне изучили, познали, и мы хотим делать другой шаг. Но вот когда мы делаем этот другой шаг, это есть некая зона такая зависания, да. Ты как бы одной ногой туда уже наступаешь, а ту ногу ты ещё, как сказать, не забрал, и ты вот в неком таком промежуточном состоянии. И у меня такое было некоторое вот ощущение какой-то печали, одиночества, потерянности, и тут как раз мне подвернулся вот ритуальчик. Я решила его сделать. И я провела этот ритуал таким образом, что вот я представила всё вот это вот старое, что у меня есть, да, вот это вот общение, моё времяпровождение, и я хотела, чтобы оно ушло. А хотела, чтобы пришло всё новое, новые друзья, новые возможности, новые знания, новое обучение и так далее. Вы не поверите, вы не поверите. Оно так всё и произошло. Причём произошло практически мгновенно, там в течение последующих трёх месяцев или полугода у меня поменялось всё общение, абсолютно всё. Да, я нашла новые, там я пришла к шваитам, к кришнаитам, там к бабаджистам, сайбабистам, то есть пошла огромная тусовка, куча новых людей, разговоров, всё-всё-всё пошло. Да, знания, обучение, астрология, преподавание. И но, в этом всём было одно но, что старые связи, старых вот людей, которые мне были близки, с которыми я прошла, ну это где-то было мне уже порядка под 40 лет, когда я это делала, то есть с которыми я со школы, со школьной скамьи, которые были друзья детства, института, молодости, вы не поверите, их просто отрезало мгновенно, причём без никаких видимых на то обстоятельств. То есть мы не ругались, мы там, они просто исчезли из моей жизни. И как я не пыталась налаживать связи, я не то что не получила даже ответ почему, вот просто как будто их никогда не было. Даже у нас были друзья, друзья семьи, которые почему-то заняли какую-то позицию, взяли и просто, например, со мной поссорились. То есть друзья мужа, которые ко мне имели вообще опосредованное такое отношение, просто наехали на меня, чтобы поссориться, как-то вот сами, да, какие-то такие позиции. Да, и то есть получилось, что, понимаете, и причём я потом вот анализировала, и не осталось ни одного человека из вот жизни до. И это неестественный, как бы, неестественный процесс жизни. И жизнь бы, безусловно, дорожки всегда у людей там сходятся, немного расходятся, и мы так идём всю жизнь. Но это глобально неестественно, да, эту ситуацию сделала вот именно такой ритуал, скажем, опрометчивый, да, очень сильно дам силу вот этому, ну, беспорядку, да, это в виде беспорядок, да, то есть это не по порядку, ну, такой процесс принятия, смены ситуации. Это беспорядочный, как из раху, как из хаоса, вот такой, как бы, взрыв, который, хопа, и создаёт мир совершенно по другому порядке, да. И это травмирующая ситуация, да, оказалась, ну, в какой-то степени, да, это травмирующая ситуация. Да, да, то есть это было очень жутко. Я безмерно счастлива тому, что я приобрела, то, что я хотела, то, что я попросила, мне и дали. Но я так не рассчитывала, понимаете, что у меня вот, как сказать, отрежут всё остальное. И вот этим, этим, вот эти все вещи, связанные с затмениями, когда мы обращаемся, этим они и опасны. Мы не знаем, что в итоге мы потеряем, получив то, что мы запрашиваем. Я абсолютно не рассчитывала потерять, насколько близких мне людей, близких даже не за один десяток лет, да, близких, которые 20 лет были мне близки, прямо сложно даже передать к нам. Ну, страшно-страшно. Да, да. Ещё у меня есть такое, знаете, потому что в то время я уже потом, это настолько было неестественно, это настолько было парадоксально и шокирующе, действительно, что я, ну, я поняла, и потом, понимаете, естественные процессы мы отличаем. Вот то, что вы говорите, у нас действительно с кем-то сходятся дорожки, с кем-то расходятся. Но это есть какой-то объективный такой процесс, люди меняют, как бы, траектории своей жизни, на какой-то период мы сошлись, потом мы зашлись. Это, естественно, нормально. Но он связан с нашим изменением, и это изменение происходит не в один день, да, то есть наше сознание потихонечку, как бы, меняется, да, и не в один день это происходит, да, не в короткий период времени, да, то есть такой собирательный процесс, да, а в данном случае по-другому. Ну, это действительно страшилка, должна я сказать. Да, страшилка. Да, и я стала тогда собирать такие истории. И тоже вот одна женщина, ты с такой историей, тоже она делала такой ритуал, и она потом, в общем, за полгода она осталась, у нее сын уехал учиться за границу, она разговаривала с мужем и потеряла работу, то есть ее уведомила. И когда мы ее спросили, а ты чего там, чего там заказывала-то, чего ты колдовала, она говорит, я попросила свободы. То есть в тот момент она была такая, да, уставшая от какой-то своей жизненной ситуации, и она эту свободу получила, то есть у нее не осталось рядом ни сына, ни мужа, не работая, она осталась совершенно свободна. Опять-таки вопрос, а это ли она имела в виду, когда просила свободу? Нет. Но эти энергии работают именно вот так, они работают очень, скажем так, в лоб, и не оценивая за счет, ну, за счет какого ресурса ты получишь то, что ты получишь. Ты хотела свободу, вот тебе свобода, понимаете? Они же, ну, без головы, голова же отдельно от тела, тело отдельно от головы, и когда вот вы, допустим, в затмении, которое формирует там кету, просите о каких-то вещах, связанно, пожалуйста, получи, но у него головы-то не было, он просто механически тебе сделал как бы взброс твоего желания, ну вот, и непонятно за счет какого ресурса, никто в этом не разбирался, за счет какого ресурса. Да, поэтому вот эти вещи очень, очень, очень опасные. Ну, значит, главное в затмении, да, это что делать, то есть не делать, что лучше не делать, да, не испытывать судьбу, так сказать, это, наверное, будет, ну, главное, как бы, пожелание, да, людям подумать вот на эти темы, да, что никогда не знаешь, что ты увидишь, когда рассеется туман раху, да. Что мы еще можем посоветовать делать? Если говорить о том, что делать, да, некоторые ментальные вещи все-таки можно делать, но, пожалуйста, на мой взгляд, без использования свечей, зеркал и вот этих всех вещей, можно делать ментально некоторые запросы, но эти запросы должны быть не какого-то конкретного пожелания, да, то есть вы уже поняли из всего, что я говорила. Эти запросы могут быть связаны, например, на лунное затмение, поскольку луна – это сознание, а солнце – это все-таки внешний план, луна – внутренний. То есть при лунном затмении мы можем делать какие-то вот такие ментальные вещи, попытаться, например, избавиться от того, что нам мешает, от каких-то качеств, от каких-то привычек, установок или еще что-то, которые мы видим, которые для нас неконструктивны. Будучи уверены в этом, будучи в этом уверены, да? Будучи в этом уверены, да, да. Но опять-таки тоже надо 10 раз подумать. Например, у человека есть плохая привычка, но, например, вот он курит и хочет очень сильно от этого избавиться и уже как-то никак не может. Хотя, видите, там тоже опасно, потому что можно избавиться от курения, но получить какую-то компенсацию, потому что всегда вот эта вот какая-то негативная привычка, она что-то в нас компенсирует. И очень часто люди, например, знаете, начинают, бросают курить, начинают пить. Бросают пить, начинают там еще что-то, да. То есть тут надо работать даже больше с психологом, чтобы найти, что человек компенсирует своей вот этой вот привычкой и уже работать непосредственно более глубже. Но, в общем-то, считается, что затмение можно. Или, например, у вас есть какая-то обида или еще что вам сложно проработать. Вы можете ментально, да, обратиться как бы вот в зоне затмения, чтобы эта привычка или это ваше качество, или это ваша там склонность, чтобы она ушла, да, и потом как бы вот ментально на тонком плане заменить ее какой-то, ну, чем-то другим, что вы считаете конструктивным для себя. Да, я хотела вот сказать, заменить эту вообще ритуальность на более какие-то практичные, понятные вещи, где вы понимаете четко, что вы делаете, что там происходит. С тем же, допустим, ритуалом похудения можно, наоборот, начать, допустим, диету, да, или записаться на марафон здоровой жизни, да, то есть и это будет такая практичная как бы ритуальность, если так, да, то есть это уже не... Не используя какую-то магическую там ритуальность, да, просто, например, что вот, да, вот у меня не хватало силы воли на это, то, что мы можем контролировать, да, то есть потому что, когда мы используем какую-то силу извне, мы же не можем ее контролировать никаким образом, да, мы все-таки не там маги великие, а контролировать, то есть делать то, что мы можем контролировать, да, и то, что потеряв там, допустим, контроль, ну, допустим, я сейчас прохожу марафон здоровой жизни, ну, если я потеряю контроль себя над этим марафоном, ну, ничего со мной, ровным счетом, да, не произойдет, там, кроме того, что я, ну, не похудею, да, то есть, ну, ответственные на себя, как бы, а не на высшие силы, потому что ты не знаешь, как это, да, вернется. Да, 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 совершенно верно. И вот лунное затмение, оно может быть связано больше то, что это на уровне ума, на уровне наших каких-то вот ментальных склонностей, да, мы можем попытаться их подрегулировать. И, а солнечное затмение, поскольку это внешний фактор, то это, например, наше внешнее проявление, может быть, да, и мы точно так же можем представить, например, вот нам не хватает сил сделать, довести какой-то проект, ну, какую-то, ну, какую-то внешнюю, скажем так, программу, мы тоже тогда можем использовать затмение, опять-таки, я повторюсь, без ритуальной его части, да, то есть, пожалуйста, вы понимаете, о чем мы говорим, да, без проведения вот этого вот призывания сил Раху-Кету, а опять-таки, ментально, например, вот представить тоже себя, скажем так, более сильным, более успешным, более имеющим силы для проведения там в жизнь, ну, каких-то проектов, которые вы хотите проводить. Ну, как бы создать вот эту такую ментальную конструкцию, но опять не используя, не используя вот эти вот теневые энергии, а просто как то, что затмение, да, имеет фазу, вот, как сказать, до и после, до и после представить, например, да, вот вашу ситуацию, что вам не хватает этих сил, а далее представить, что вы уже там набрали сил, знания и всего остального для того, чтобы это реализовать. То есть это вот отличие такое будет лунного затмения, от солнечного затмения, от лунного. Ну вот, значит, закончились наши. Вы перебазировались. Вы перебазировались, да, куда-то. Да, не надо было поздороваться. Наталья, какие темы мы не озвучили, из которых мы обещали? Мы обещали рассказать про страшилки, мы рассказали, что делать и не делать, мы рассказали. Мы хотели... Ну, это все тоже относится к карме, да, мы упомянули, что мы поговорим о работе с кармой, это на самом деле все тоже относится, но может быть еще чуть-чуть вот про тему кармы мы поговорим. В общем, немного. А про тему кармы как таковой? В отношении вот затмений, то есть, ну, в принципе, мы об этом и обговорили, да, какие, как бы, какие ответы мы можем получить, да, за незнание свое. В принципе, это и есть эта тема. В принципе, это вот это и есть, да, потому что просто брать саму тему кармы, нет, это немножко другой вопрос. Ну, в целом, да, то есть, я считаю, во-первых, первое, как вот формируются эти затмения, да, во-вторых, как энергия Раху-Кету отличается от энергии других Грах, вот, в-третьих, их взаимодействие в разные затмения, да, и то, что у затмений есть свои циклы, и то, что затмения могут формироваться без участия других планет или с участием других планет, это будет разница. Следующий момент, вы смотрите в своей карте, есть ли у вас ваши непосредственно планеты в зоне затмения, и тогда делаете вывод, касается она вас или нет. Если там есть какие-то планеты, вы смотрите карки этих планет, и вы смотрите, ну, как бы, то есть за что они отвечают, их влияние, и дома, соответственно, которыми они управляют, и пытаетесь там сделать какой-то вывод, как непосредственно вас это может коснуться. Дальше, в затмении не начинаем ничего важного, серьезного, и не ввязываемся. Ну, иногда бывает так, вот, например, тоже говорят, вот, если вам что-то предложили в затмении, это обязательно плохо, там, да, не соглашайтесь. Нет, я считаю, немножко не так. Если вам что-то предложили, значит, это вот в вопросах кармы некая кармическая штука, которая вы злые проявили. Но дальше вы, применяя свой здравый смысл, просто оцениваете, надо это вам или нет. Но это не значит, что это всегда плохо, если вам предложили работу на затмении, значит, там иногда пишут, нет, 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 не надо. Нет, надо подумать над этим, да, то есть вы подумайте об этом, исходя из причинно-следственного... Но это опять индивидуальный, индивидуальный момент. Да, опять индивидуальный момент. Абсолютно. То есть если появился какой-то человек, например, да, с каким-то предложением, допустим, там в отношениях, это не значит, что это там прямо плохо, это значит, что у вас с ним были незаконченные когда-то отношения, и вот карма во время периода вот этой вот концентрации раху-кету проявилась, этот человек появился. Но вы при этом должны задуматься, а что не закончено? А может быть, что-то было уже за это время прошло и можно продолжить? А может, не надо продолжать? Ну, как бы уже дальше мы, что называется, подключаем мозг и оцениваем, ну, со здравой точки зрения. Мы не говорим, что огульно да или огульно нет. Я считаю, вот этот каждый момент, его надо уже разбирать. Да, ну и самая хорошая новость, что в целом мы поговорили о том, что данное сегодняшнее затмение в общем глобально, без индивидуализации какой-то, на самом деле, не несет ничего к нам глобально злого, да, то есть там сконцентрировано достаточно мало сил, достаточно мало сфер само по себе. И находится Луна у нас в своем прекрасном знаке цельца, который очень благоприятен, да. То есть глобально нам бояться нечего, да. Ну, а дальше, конечно, индивидуальная работа человека, его индивидуальные сферы влияния, да, это уже другой вопрос. Да? Да, да, да. Вот тут пишут вопрос, что если люди выбирают дату бракосочетания на затмение. Вы знаете, я бы избежала как можно всеми силами дату брака на затмение. Если люди выбрали эту дату на затмение, не зная, ну, как называется, как сказать, исходя из невежества, не имея знаний, это тоже определенная их карма, что они так выбрали, и, скорее всего, энергия затмения будет влиять, то есть их, это не говорит ни о разводе, ни о неразводе, это говорит, что некая, понимаете, вот энергия рахуке, то есть затмение, она некая фатальность, да, то есть их отношения будут несколько фатальны, но мы не можем сказать, хорошо или плохо. То есть их уже будет держать вместе определенная сила, которая, вот про которую я и говорила, которая несколько не обладает глубоким знанием, пониманием, желанием нам добра. Она просто некая механистическая сила. И, например, если они уже будут видеть, что они там изжили отношения друг с другом или так или иначе, или что-то, да, они разорвать эти отношения, допустим, не смогут. Или, ну, в общем-то, мне, конечно, уже какая-то будет такая фатальность, я бы не стала тоже прямо падать в оморок от того, что они это сделали. Но мы должны понимать, значит, это было все тоже, как сказать, это ой, неспроста. Значит, в их судьбе это так должно было быть, что они не получили вовремя знания, что этого не надо делать. Ну, как есть. Да, ну, некоторый туман, да, некоторый, может быть, хаос в чем-то, да, будет присутствовать или захаживать. Люди могут быть... Да, люди могут, как бы, конечно, и в этом жить, и в этом развиваться, и, ну, так живут, да, правильно. Но просто надо понимать, что здесь чуть-чуть сложнее, наверное, вибрации, да, или непостоянные, скажем, вот эти вибрации, в которых, как бы, мы будем находиться. И тогда в связи с этим еще один вопрос хотели бы разобрать, чтобы было не страшно людям, которые родились отмене, да. То есть, опять же, надо понимать, что, ну, как бы, сразу думать, что ужас, ужас, я родился в затмении, совершенно не нужно, да, то есть это не соответствует действительности, да, расскажите. Не соответствует. Кто родился в затмении? Вы знаете, огромное количество очень успешных людей и материальных, известных, по-моему, даже Дималь Трамп родился в затмении. Да, да, да. Я хочу сказать, что, опять-таки, это определенная фатальность. Но эта фатальность не обязательно, что ты будешь там бедный, нищий и больной. Это некая предопределенность жизни. То есть, я считаю, что колея жизни более четко определена, и человек из нее не может выскочить. Ну, грубо говоря, даже если положено быть миллионером, ты им будешь, как бы ты не сопротивлялся. Если тебе положено быть вот эти люди, которые родились в затмении, иногда обращаются родители детей, говорят, я не могу справиться со своим ребенком, не знаю, как его воспитывать. А смотришь, у ребенка в затмении, да? А его бесполезно воспитывать. Он прет на своей колее, он даже сам не понимает. Да, как мама. Могу сказать, как такая мама, что именно так. Да, да, да. И вот, понимаете, люди часто обращаются, и они говорят, вот, допустим, я получил там какое-то образование, да? Но, допустим, у моих друзей был выбор, они могли или туда, или туда. А вот, ну, какой пример взять? Например, человек родился в семье потомственных врачей. Мама, папа врачи, бабушка, дедушка врачи, прабабушка, прадедушка. Он не хочет быть врачом, он хочет быть там кем-то другим. А все, там ему уже рот не даст, да? Скажут, ты должен быть врачом. То есть определенно, понимаете? Или вот человек родился, у него уже и вот что-то есть, вот эта дорога, этот какой-то канал. И часто люди, которые обращаются, они говорят, а я никогда не выбираю, меня просто прет почему-то вот само. Да? Их могут называть там и директорами, и управляющими. Вот, допустим, говорит, а меня на каждой работе директором, а я не хочу, я устала от ответственности, я не хочу, не могу. Нет, ты будешь директором, понимаете? Вот солнце попало там, да? Вот куда-то сильно встало в это затмение, допустим, в солнечное затмение. И все, и он обречен быть этим руководителем для всех начальником и папой. Да? Он говорит, я уже устал, хочу тапочки и плед. Нет. Понимаете? Ну вот что заметно мне, что это все зависит на такой потенциал силы на самом деле, да? Да, потому что Раху-Кету вообще считается, что Раху и Кету самые сильные грахи, да? Потому что все эти цунами, катаклизмы, это же энергия Раху. Раху то, что сносит все на своем пути. Поэтому, когда Раху на что-то влияет, это действительно энергия гораздо сильнее. То есть считается, что ни одна планета так сильно не может неожиданно, быстро и высоко возвысить человека и точно так же сбросить его, как Раху. Потому что все остальные планеты действуют все-таки, ну, как-то более мягко. Раху может. Если вот человек взлетает прямо вот так фейерверком, да, а потом раз и... И больше, что называется. Хочу сказать, да, потому в этом же есть как бы главный урок, да, Раху учить непривязанности, да, непривязанности к результатам, в том числе своего как бы труда, да, и учит, поскольку у него нет как бы тела самого, да, он учит больше делать акцент как раз-таки на нематериальных вещах. Хоть он и вышел с Асуров, да, вот с как бы материальных низших божеств, ну, относительно, да, но, тем не менее, как бы в том-то и урок, чтобы в освобождении, в свободе, в непривязанности, в том, чтобы твое сознание было шире, да? Вот совершенно верно, потому что здесь мы дошли до очень тонкой, такой, сакральной вообще темы тонких энергий Раху, и в этом действительно, то есть на Раху много жалуются, да, много на него, что называется, обид за его вот такое вот действие, но Раху, конечно, уникальная в этом планета, планета, которая действительно через очень сильную, она сильно тянет, у нее энергия магнита, да, то есть мы зашли в интернет, или мы включили телевизор, и что, время сожрано, Раху сжирает это время. Ой, да. Зашли только посмотреть пару статей, час, два, три прошло, да, или хотели вечером делами заниматься, мимо телевизора шли, вечер пропал, это энергия Раху, он очень сильно притягивает, но он и учит тому, чтобы мы избавились от привязанности, это его высшая миссия, поэтому, когда Раху начинает возвышать, почему, говорят, период Раху очень опасен, он очень много дает, а в конце все отбирает. Он коварен. Да, это когда просто вот как бы механистически так повторяют, да, а что происходит, почему он дает, и почему он отбирает, он дает, и у человека, получается, он легко идет на возвышение, его как цунами возносит, и, понимаете, Раху страшно коварен. В чем его коварство? В том, что человек начинает думать, о, я крутой, я сам, у него начинает расти эго, это я добился, да, то есть он не понимает, это просто энергия Раху, он сейчас проверяет, он тебе все дает, он тебе дает рычаги, механизмы, он смотрит, а как ты после этого обращаешься с подчиненными, с родными, а зазнался ты или нет, да, а вкусил ты это, сцепился ты с зубами в свою власть, в свое эго, выросло у тебя эго до небес или нет, да, а выросло, а ты все это устроил, на-ка, получи, потом в конце, что он просто, ну, разобьет этого человека в дребензге с его эго, это урок такой, а если человек понимает, что да, ну, прикольно, энергия, я сейчас могу много что сделать, но в этом нету задействованности его эго, тогда Раху уже придет посмотреть и видит, что отбирать нечего, да, и видит,